Андрюш Ну, ладно, тогда начнём прямо с сути, да? Правильно, чтоб было о чём спорить, да? Ой, Галочка! Ой, Галочка! Всё начинается с любви, Твердят, в начале было слово, А я, провозглашаясь снова, Всё начинается с любви, С любви, с любви, с любви! Земля полна любовью, А в этом знаю там плакать, Знаю мы с тобою, С любви, с любви! С любви, с любви! Всё начинается с любви, Твердят, в удивлении работа, Глаза цветов, глаза ребёнка, Всё начинается с любви, с любви! С любви, с любви! Земля полна любовью, А в этом знаю плакать, Знаю мы с тобою, С любви, с любви! С любви, с любви! Я полной морю обездаю, помогаю, знаю, мы с тобою с любви, с любви, с любви, с любви. Я полной морю обездаю, помогаю, знаю, мы с тобою с любви, с любви, с любви. Ну все, все, да? Пошли. А, Карлышка, а куда? Как куда? Да. А, Андрюшка, ну как куда? Конечно, к твоей маме, пошли. А может, мы учатся. Все сказать потом, да? Вот, вот, вот. Все, Андрюш, я не согласна. Пусть меня сочтут ханжой, но я считаю, что родители должны знать о свадьбе своих детей. Андрюшенька, должны, хотя бы за сутки, но должны знать. Пошли, я тебе сказала. Гарлышка, давай еще чуть-чуть, чтобы я это сказала. Что, Андрюшка, ну что, ты должен мужчине не понравиться? Да нет, что ты, нет, нет, просто я понравился. А, скажет, слишком грубая профессия для жены молодого, подающего надежды библиотекаря. Ну что, ты, конечно, строитель, это просто великолепная специальность. Ну, понимаешь, дело... Ну что, но, что, но, Андрюша, ну ради ты, наконец, хоть что-нибудь. Ну что ты замолчал? Ну сейчас, ну понимаешь, в общем... Ну что, что? Дело ведь не только в маме. Ты же сказал, что отца у тебя нет. Правильно, отца у меня нет, но... Родственники, что ли? Да нет, ну родственников тоже у меня нет. Галочка, ну что ты на меня так смотришь? Ты же мне не даешь даже просто слово сказать. Я хочу, что не даешь. Боги всемогущие. Ну надо же. В общем, понимаешь, наш дом, он вообще-то маленький. Четыре квартиры и подвал. Но все соседи... Понимаешь, Галочка, мы очень давно живем вместе. Ну, не то, чтобы там одна семья, но как бы... Ну-ка, я что, должна понравиться твоим соседям? Во! Конечно! Конечно, они люди со странностями, все-таки возраст. Но в глубине души они очень хорошие люди. Понимаешь, Галочка, наш двор, он просто... А ваша улица тоже одна семья. Галочка, ну зачем тебе так? Ну, что Галочка, что Галочка? Галочка, ну подожди. Все, Андрюшина, давай с тобой договоримся так. Мы прекрасно провели время в вашем чудесном городе. Да, я понимаю. Все. Да, мне я и... Хватит. Все, понятно, конечно. Дочка! Галочка, ну... И запомни, Андрюшина, что такие, как ты, ходят в колостяках до пенсии. Ну, я-то здесь при чем, Галочка? Ну, ты понимаешь, ну, если у нас дом такой... Хм, очень бы я хотела посмотреть на этот ваш дом. Ну, что же, пожалуйста, смотри. Вот он. Этот? Этот. Андрюш, да на чем он держится? Понимаешь, Галочка, первое слово, которое я произнес, учившись говорить, это было слово «ремонт». Постой-ка. Садовая 16? Садовая 16. Садовая 16? Да, садовая 16. И сколько ты говоришь, твоих соседей четыре квартиры... И подвал. И подвал. И подвал. Такой маленький строк. И я что же, должна понравиться только им, своим соседям, маме, больше никому? Галочка. Ну, что Галочка, что Галочка, Андрюш? Надо, значит, надо. Значит, так. Завтра мне на работу к восьми. На соседей уйдет минут 15, а то и больше. Все, Андрюшенька, что бы я откладывать. Завтра соберешь всех своих соседей ровно четверть восьмого. Всех соберешь во дворе, понял? Я приду, им понравлюсь, и как раз успею к восьми. Ты меня проводишь, а? Да. Галочка, куда ты, куда ты? Что ты? Что? Подожди. Что это такое собираешься делать, а? Андрюшенька, да успокойся ты. Все будет окей. Просто я поняла, твоих соседей правы. Правы? Да, да сейчас же даже плохоньких мужей берут с боя. С боя? Ну, конечно. А уж такое прелесть, как ты. Да ну какая, я просто как бы недоразумение было. А, ну все, иди. Да иди же спать. Ну, пошел, да. Давай-давай. Давай-давай. Паспи! 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 Шесть часов, а? Сидеть уже давно за слипкой! Ай! Никаких бой не брали по лоши на место этой корыда! Ну, оно же тебе не нужно! А вот мы этим доменем уходим! Вот я и ставлю его в металлок! У нас весь отряд встает, я не кушать! Положи, Горита! Играйте! Играй! Учти! Я на базаре! Но я всё слышу! Стасик, неужели тебе не надоела эта музыка? А мама говорит, что вы скрипачёны! Это так красиво! Лучше бы ты был дирижёром, Стасик! Это не только красиво, но и неслышно! Почты ещё не было! Почты ещё не было? Нет! Ну, ладно! Иди ложись! Гуляй! Гуляй! Что хочешь делать? Придёт мама, я скажу, что ты играл! Messi! Играйте! Играйте! Ещё один из самых никого мастером! Играйте! 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 Закрылся, Владимир, можно поставить немного кружку. Что там? Остапчук-телеграмма. Есть у них кто-нибудь? Она ушла на базар. А вы не можете передать? Ну, если я пойду на базар? Сахар Алексеевич, вы идете на базар. Если увидите недорогую сливу, возьмите мне килограмм 15. 15 на варенье. Да никуда не иду. Тут Леня Остапчук-телеграмма. Телеграмма? Да. От Сени? Петрович, что он за прижим? Он пошли, Петрович. Я передам. Ленок, вы в Бразилии. Чудная страна. Есть сандалии Настасика. Думаю брать. Целую Сеня. Нет, так вам рад. Он еще думает. Конечно, брат. Если не подойдут в садику, я возьму себе. Петрович, какой там размер? Я не знаю. Ну, все равно. Скажите ему, пусть берет. Ничего я не буду передавать. Вот я оставляю с Телеграмму и ухожу. Вы же не ворчи. Боже мой, разворчался при доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Слушайте, тут кто-то сандалии приносил, да? Нет. Это Сеня их видел где-то за границей. О, это что, с желтыми стырочками? Они мне не нравятся. А вы здесь видели? У нас в магазине? Нет. На руках. Да ничего особенного. Ну, не знаю, как на руках, а на ноге не смотрятся прилично. Тише! Ты что? Тише! Что вы делаете? Вы мне Андрея разбудите. Ребенок, стык. Да, для мамы он всегда ребенок. Не вздыхай, сыночек, не вздыхай. Отдыхай, сыночек, отдыхай. Не вздыхай, сыночек, отдыхай, сыночек. Не вздыхай, сыночек, не вздыхай. Не вздыхай, сыночек, засыпай, сыночек, Не вздыхай, сыночек, не вздыхай. Мама не позволит никому Помешать спокою своему. Не вздыхай, сыночек, засыпай, сыночек, Мама не уступит никому. Не вздыхай, сыночек, отдыхай, сыночек, Мама не уступит никому. Будто мы за камерой стеной, Ты живешь с маминой стеной. Не вздыхай, сыночек, отдыхай, сыночек, Будто мы за камерой стеной. Не вздыхай, сыночек, отдыхай, сыночек, Знаю, что ради счастья твоего Мама не жалеет ничего. Не вздыхай, сыночек, отдыхай, сыночек, По мне, что есть ничего. Мама, подберет тебе жену, Если хочешь даже не одну. Не вздыхай, сыночек, отдыхай, Сыночек, отдыхай, сыночек, Мама, подберет тебе жену, Если хочешь не unbedingt ты ржашь, Мама, не жалеет ничего Не вздыхай, сыночек, как ты кровь, сыночек Мама, не жалеет ничего Не вздыхай, сыночек, отвлекай Сыночек, мама, не жалеет ничего Не вздыхай, сыночек, не вздыхай Отдыхай, сыночек, отвлекай Не вздыхай, сыночек, отвлекай Не вздыхай, сыночек, отдыхай Он что, он что, вчера поздно пришел? Да я даже не видела, когда он пришел Я видел, семь минут первого Да? Ну и как она выглядит? Ну откуда я знаю, что я за ними следил? Прошел два квартала, устал и вернулся Она такая худенькая, тоненькая, маленькая Худенькая? Ой, 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 кто же у нас еще худенькая? Ой, неужели опять флора, а? Ну что вы, что вы с флорой давно все покончено А может быть это Зоя? Ну что я, Зоя не знаю ли что Кто же у нас худенькая? По-моему, это новая Только новой нам не хватало Марья Ивановна, если я не ошибаюсь, я сегодня утром собиралась прийти к нам сюда Уже к нам уже, каюша, к нам уже прийти Ну что вы волнуетесь, Марья Ивановна? Что это такое за девчонки? Ну что вы волнуетесь, Марья Ивановна? Поймите, вот на корабле женщины всегда приносят несчастье А в семейной жизни, говорят, иногда бывает исключение Уж поверьте моему опыту Да-да, Марья Ивановна, по-моему, за его опыту Захара Алексеевна, да если б на месте Андрея были вы Честные слова, я бы не волновалась Но он тогда всем ребенок Я по морям бродил, и вам должно быть ясно Что я акул и женщин сроду не боялся Я шел на них легко, небрежный привет Хотите, верьте? Хотите, нет? Хотите, верьте? Хотите, нет? На берегу тогда по мне буквально сохли Оборожительные, страстные красотки Меня влюбил, запомни, весь гардый балет Хотите, верьте? Хотите, нет? Хотите, верьте? Хотите, нет? Конечно, дело тут в особенном таланте Ах, как страдала герцогиня в Сайланде Что она прислала, чтоб я прибыл на обед Хотите, верьте? Хотите, нет? Хотите, нет? Хотите, нет? О всех подробностях должны понять вы сами Мой путь усеянный был разбитыми сердцами За кораблем сердца и вечерными вслед Хотите, верьте? Хотите, нет? Хотите, нет? Хотите, нет? Какие женщины на шею мне бросались Я просто лёгкий, так брошены красами Я не столью с тех пор, ни ступа, ни козла Хотите, нет? Хотите, нет? Хотите, нет? Хотите, нет? Моего друга, я не знаю Моего друга, я не знаю Захар Алексеевич, скажите, никакого вы мнения лично об этой новой худенькой, а? Ну, если говорить откровенно... Это безобразие. Нам опять отключили воду. Не мешайте. Так вот, если быть искренним и откровенным... А что же это я всю ночь вычерпывала, а? Ну, скажите, наверное. Так вот, если всю ночь... Это у нас холодильник тает. Света, между прочим, тоже нет. Так вот, если быть искренним и откровенным... Только, только, только без паники. У нас, по-видимому, опять меняют трубы и провода. А менять нужно весь дом. Так вот, если быть... А этот балкон! Разве можно пользоваться? Такие балконы падают, как бутерброд. Человеком вниз. Доброе утро! Так вот, если говорить честно... Захар Алексеевич! Захар Алексеевич! Захар Алексеевич! Ребенок сказал вам доброе утро! Ребенок! А-а-а! Доброе утро! Малыш пришел! Доброе утро, доброе утро! Так вот, если быть совершенно искренним... ...правдивым и откровенным, то, насколько я понимаю, Лена Остапчук пошла на базар. Уйди на берегу! Вообще! С ума можно сказать! Екатерина Семеновна! А вы ведь как-то собирались на базар на сливы? Да! Ну так иди же! Ну, говорят, после обеда они будут дешевле. А-а! Сахар Алексеевич! А? Ведь газеты за рубежом уже привезли, вы же прозеваете, прозеваете! Ну ничего, одну неделю как-нибудь проживу без политики. Так, ну у нас тут прям какое-то общее собрание. Мама, а разве нужно в ЖЭК? А зачем мне туда ходить? Требовать ремонта? Да мне опять скажут, ждите своей очереди. Нам сейчас не до старых домов. Мы не успеваем ремонтировать новые. Не понимаю, ну что за удовольствие? В такую погоду толочь себе в пыльном дворе, а? Андрей! Ты от нас что-то скрываешь. Мама, ну что можно скрыть в нашем доме? Кто эта девушка? Какая девушка? Который Захар Алексеевич встретился сегодня ночью. Ну, наверное, девушка Захара Алексеевич. Что ты? Перестань! Она же все равно сейчас придет сюда. И да, мама, это моя девушка, и она придет ко мне. А наше мнение тебя больше не интересует? Оно ничего не изменит, мама. Я на ней женю. Ой, класс! Слышите, что вы говорите? Подождите, подождите. Может быть, ребенок не хотел. Может быть, его научили хулиганы. Да я... Иначе странный друг. Да вы нечего сказать. Не может нашему народ Свою невесту показать. Да я не буду к нам уртить. Подождите, подождите, подождите. АПЛОДИСМЕНТЫ Здрасте! Ого! Что случилось? Почему Стартик не играет? Лена! А ты как раз вовремя. Здесь такое творится. Он сломал руку. Крепку. Что он сломал? Да при чем здесь Стартик? Наш Андрей только что чуть-чуть не женился. Хак. Не подождал, пока я вернусь с базара. Лена! Тебе телеграмма. Боже! Что с Сеней? Лена, не волнуйся. Мы все читали. Что с Сеней неизвестно, но из Бразилии прислали его сандалии. О, что такое? Что с... Какие сандалии? А, какие сандалии? А, какие сандалии? Какие сандалии? Лене, ты не сандалии? Настаси! Да не ботиночки сандалии. А, иди, подождите. Спокойно. Лена! Ничего с твоим Сеней не произошло. Что из себя? Просто в Бразилии выбросили сандалии. Да. Настасика. Выбросили в Бразилии? А он спрашивает брать или не брать? Нет. Выбросили в Бразилии. Ну, конечно, брать. Ну, вот и все. Выбросили в Бразилии. Так он еще в Бразилии? Да. О, это какой-то кошмар. Значит, их опять задержали на две недели. Вот она. Вот она судьба жены футболиста. Ну, скажите, а, почему я все время одна? Он там, он там гоняет мяч, а я всю жизнь одна. Мама, а я? Иди играть. Тебя это не касается. Лена, главное, чтобы муж не пил. Да какая мне радость, если он не пьет в Бразилии. Захар Алексеевич, дело в том, что у Эрнеста в клубе медработников утренние репетиции. Вы хорошо расслышались. Эта девушка точно придет? Ну, я же шел. Елисавета Семенов. Ну, хорошо. Тогда вы оставайтесь, а я уйду. Андрюша! Андрюша! А вот и она. Это я-то не расслышал. Да у меня был лучший слух на всем платье. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, это садовое, дом 16? Да. И вы все жильцы этого дома? Да, мы живем в этом доме. Ну, это хорошо. Значит, я к вам. Вы, по-видимому, к Андрею? Нет, я к вам. Нет, тут я, то есть, ко всем. Ко всем вам. Ну? Давайте знакомиться. Меня зовут Галя. А вы, Мария Ивановна, мама Андрея, ведь правда? Да, да. Мальчик всегда походил на меня. Только на меня и на отца. Пожалуйста. Руководитель художественной самодеятельности. Художественный руководитель самодеятельности. Моя супруга. Очень приятно. Тимофей Кузьмич. А вы, кажется, живете на первом этаже? Лена! Нет, этажом ниже. А, ну-ка, очень приятно. Лена Остапчук. Здрасте. Очень приятно. Да. Сахар Алексеевич. Очень приятно. А это мама. Зори. Скажите, а больше в вашем доме никто не живет? Здесь все, да? Без исключения. А я? Ну, а раз все в горе, то разрешите прямо где? Жильцы! Со мной! О! Ну! У! 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 Елизавета Семеновна, можно? Пожалуйста, но что вы, собственно, имеете в виду? Ну, дело в том, что я невеста вашего Андрея. Мы с ним решили пожениться. Но, как выяснилось, в вашем дворе подобные вопросы решаются сообщать. Ну, это преувеличение. Мы только советуем, но и не решаем. Да-да, мы только советуем и решаем. Да, а все остальное зависит от самого Андрея. Да-да-да, мне Андрюша все так скрасно изложил. Самое главное в наших с ним отношениях, это то, что я должна понравиться вам. Вот я и пришла узнать, что же для этого нужно. Как минимум, чувство юмора. Но оно, по-моему, у девушки есть. Да, у девушки светлая голова. Не глупа уж это точно. Нет, я имел в виду другое. Она блондинка. А мне в молодости больше нравились темные шатенки. Хорошо, хорошо. В следующий раз я обязательно к вам приду шатенкой, честное слово. Но и в светлых волосах тоже есть своя прелесть. Скажите, вы учитесь не в консерватории? Увы, в строительном институте. Это, конечно, не главное. Но я почему-то представляла жену Андрея пианисткой. Нет, если говорить откровенно, я против худых. Девушка должна быть представительной. Да вот, а мне почему-то всегда нравилась миниатюрная нога. Узкая стопа, высокий подтёртый, обшивка. Скажите, это всё, что от меня требуется? А я хочу, чтобы тётя была дрессирошицей. Ой. Ты почему здесь, а? Немедленно иди за скрипкой. Но я тоже хочу посмотреть на невесту нашего Андрея. Да тебе ещё рано смотреть на такие вещи. Иди кому-то... Нет, нет. Итак, чтобы всем вам понравиться, я должна стать пианисткой и дрессирошицей. Крупной, но маленькой. Ужать стопу, повысить подъём, превратиться в шатенку, но обязательно при этом остаться злодинной. Нет, 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 это не буквально, не буквально. Нет, нет, стопу. Я готова выполнить все ваши пожелания, но, к сожалению, на это уйдёт уйма времени. Да. Одна консерватория минимум пять лет. Маша, куда она клонит? Меня это тоже интересует. А цирковое училище? Нельзя же стать дрессировщицей заочно. Нет, мы с Андрюшей не можем так долго ждать. Не кажется, что она над нами смеётся? Меня бы это не удивило. Мы с Андрюшенькой не можем так долго ждать, поэтому я решила понравиться вам всем сразу и немедленно. Садитесь, пожалуйста. Ой, что бы я... Садитесь, садитесь. Садитесь. Сейчас я вам скажу одну вещь. И вы сразу убедитесь в том, что лучшей жены для Андрея вам просто не найти. И вы уверены? Абсолютно. Абсолютно. Дело в том, что я не просто студентка. У меня здесь дипломная практика. А в вашем квартале решено разбить сквер. Это и будет моя дипломная работа. А вот место для сквера выбрала я сама. И выбрала я его удивительно удачно. Так что, дорогие мои, только, пожалуйста, не подойдите в обморок от счастья. Благодаря мне, в ближайшее время ваш дом снесут. То есть, как снесут? А мы? А вы получите новые, отдельные, комфортабельные квартиры. Вот это подарок. И откуда вы такая добрая? Да я из Москвы. У нас там все такие. Ну, да как? Горжусь. Я в жены вашему Андрею, а? Подумать только. Мы здесь прожили всю жизнь. А теперь переезжать неизвестно куда. Товарищи мои... Ну, почему же неизвестно? Вы же знаете, где теперь расселяют. Да вас всех рассели в прекрасных новых районах. Одних на юго-западе, других на северо-востоке. Ой, да мало ли где еще. Вы только подумайте, там квартиры со всеми удобствами. Да там за хлебом. Ближе ходить в соседнюю область. Но при чем тут это? Вы когда-нибудь жили в новом доме, а? Это же какой-то ужас. Там все отдельно. У каждого своя квартира, своя кухня, свой балкон. И никто ничего не знает. Ты ешь, ты спишь, ты стираешь. Никого это не волнует. Нет, я лично, я лично так жить не могу. Я не могу. Что говоришь? Соседей видишь только в лифте. Не успеешь сказать двух слов. Уже приехали. Тимофей, ты-то что молчишь? Ты, наверное, давно мечтаешь. Выбраться из своего подвала. Да нет. Вы? А вы так почему? А почему? Ну, потому что я сапожник. Так. Так я должен видеть, что носят сегодня. Пока я живу в подвале, у меня вся обувь на уровне глаз. А там разве мне предоставят такие условия? Не, я не согласен. А моя каюта? Она же сделана из обломков 25 кораблекрушений, в которых я лично, понимаете, лично принимал участие. Да ничего я не понимаю. Все нормальные люди мечтают о новых квартирах. Да вы бы вообще могли отдать концы в этих прогнившем аквалюмчике. А мой тепло... Да это же для вас просто подарок судьбы, что ли? Нет, вы слышите, что она говорится. И потом, вы только представьте себе, вот здесь будет сквер. Прекрасный сквер. Да здесь же, между прочим, дети играть будут. Ну почему дети должны здесь играть, а мы там мучаемся? Приходит, понимаешь, девчонка, понимаешь, нет гостей, делай ей, до нашей седины. Над нами, понимаешь, смеется, понимаешь, в садах уже решила, где решили, дружи. И является девчонка, судьбу нам предрешая, нет у нее ни соль, ни сны, ни сны, да. Да что она такая, да что она такое, за каждого посмела нам летит сюда. Да что она такая, да что она такое, Какая-то она посмела нам прийти сюда. Вы просто... Просто одезумие. Опомнитесь, песно. Это же счастье для живцов. Я бы вообще могла выбрать место в любом месте. Я же ради только Андрюши. Неужто ради этого тебя и не снили, Огоды, дня, ты ночи, души? Да что же я, выходит, для неё тебя растила? Что ж ты молчишь, ты ночи? Приходишь, понимаешь, девчонка понимаешь, Приходишь, так как будто бы к тебе домой. Причонка и понимаешь, пьётся, понимаешь, И материн про сына говорит, он мой. Как будто бы она над ним переживала, В страхе очень переживала. Как будто бы она его в словке рубахи Шила, переживала. За что она такая, за что она такое, Подъехала в разряду, будь обор начинь. С ней у тебя не будет ни счастья, ни покоя, Но вы её не знаете ещё. Молчи! Не то, что ради этого тебя я не щадила, Соны, днём и ночью. Что же я, выходит, для неё тебя растила? Что ж ты молчишь, сыночек? Приходишь, понимаешь, девчонка понимаешь, Приходишь, так как будто бы к себе домой. С прической понимаешь, смеётся, понимаешь, И материн про сына говорит, он мой. Ну, знаете, я думаю, что вы простые, Челковатые, пожилые люди с обихрениями, Ну, хотя бы добрые. А здесь же какое-то осиное гнездо. Да вас надо так разделить, Чтоб вы и дорогу друг к другу забыли. Всё, хватит, точно. Ломать, только ломать, всё, до основания. Андрей, и это ты называл своей невестой? Мам, вы ведь о нашем... Да ничего страшного, Я тоже не сразу стал разбираться в женщинах. Но это же какая-то фурья, Ломать, ломать ей вы, только ломать, а? Странно, как это в женщине? Самой природой, призванной созидать, Такая пагубная страсть к разрушению. Боже мой, да у неё даже прическа уголовная. Низа, что ты с тобой сделала? Чем она тебя поймала? Мама, да не вылавливала на меня бокс. Да ничего страшного, Я тоже знакомился с девушками на улице. И иногда об этом не жалял. Да, но она-то грозилась сломать наш дом. Эта девчонка, ну кто её подслушает? А я бы на всякий случай принял бы меры. Она практикантка. А вы знаете, на что способен ради диплома энергичный практикант? Практиканты приезжают в цветущие города и оставляют за собой пустыню. Какой ужас, а! А нам, между прочим, предлагали чудный обмен. И не очень сложный, восьмерной. Мы со своих одиннадцати едем на его четырнадцать. Он приезжает к брату в Харьков, который уехал на север. А те двое оформляют транспорт и едут сюда. В это время в Симферополе двое и бабушка, которая хочет жить отдельно, приезжает к брату, но не в Харьков. А в Нижний Тагил. О, а в Нижний Тагил, где есть возможность вступить в кооператив, за что там говорили, да если бы мы тогда согласились, давным-давно жили бы на втором этаже в Симфалатинске, и горя бы не знали бы. Запомни, Лиза, человеку нигде не может быть лучше, чем дома. Даже в Симфалатинске. Нет-нет, наш дом сносить нельзя. О, Сахар Алексеевич, меня бы уже уговорили. Да, но что мы должны предпринять? Ремонт! Мы должны добиться, чтобы нас немедленно начали ремонт. Какой угодно. Лишь бы наш дом попал в план ремонтной конторы. Тогда его не снесут, пока не закончится ремонт. Ой, молодец! Во всяком случае, на ближайшие пять-шесть лет мы будем застрахованы от всяких неожиданностей. Ой, молодец! Это очень разумная идея. Все? Тут же есть я думаю. Умная и душа. Иди, Сахар, иди, иди, иди. Андрей, Андрюшенька, ты куда? Ты куда? Мам, ну в конце концов, я взрослый человек. Но только, пожалуйста, далеко не отходя в дом, а то эта авантюристка опять себя выстрелит. Да не выслеживала она меня, мама. Ну ладно, ладно. А может быть мы напрасно отвергли Лорова? Ой, вот я здесь знала одну. Она бы действительно подошла Андрею расхавиться. Музыкант же. Лиза! В чем же дело? А дело в том, что я не знаю, жива ли она еще. Господи, Боже! Подожди, она болела! Не оболела! Ты что? Что ты говоришь? 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 Она болела в величину! Она болела! Она болела не только в величину! Ой, простой! Осторожней, молодой человек! Не спасли все механизмы! А то вот как недавно один налетел на бульдогер, пришлось гусеницу менять! Да, так начнем, пожалуй. Марионна! Что? У вас нет какого-нибудь ненужного самовара? Да у меня даже нужного нет. А зачем тебе? Что зачем? Металлолом. У нас весь отряд сдает. Я не знаю, детка. Поищи где-нибудь что-нибудь. Что ты там тащишь? Глоть тоже еще. Зачем? А все-таки тоже железо. Боже мой, ты что? Что ты зашел? Астан его немедленно в спокое? Ты что, хочешь, чтобы дом развалился, да? Тебе что, нужен именно этот двой? Ну, а где я найду другой? Выйди мне в другом доме. А там есть? Есть, зайдешь. Ну и жил фонт. Да я бы здесь без бульдозера справился. Батя! Ты чего там делаешь в подвале? Как ты чего? Я живу здесь. Живешь? Да, а вы к кому, молодой человек? Да вроде бы к вам. Марья Ивановна! А ты что, Марья Ивановна? Марья Ивановна, что? Человек приехал. На лето? Да нет, я думаю, за день справлюсь. Так вы не отдыхать? Нет, я строитель, из самопеда. Шельцы! Идите скорее все сюда, выходите! Выходите скорее! Скорее! Вы только посмотрите, строителя прислали. Вот, вот горнул Захар Алексеевич. Вот молодец, а морская охватка пошел и добился. Молодой человек, начинайте, начинайте, начинайте. Молодой человек, вы только начните, а потом можете не продолжать, нам уже 20 лет обещают сделать ремонт. Подождем еще, вы начините. Граждане, граждане, да вы прострите глаза, вон бульдозер стоит. Ну и что? Как что? Да где же вы видели, что бульдозером дом ремонтировали? Я сносить приехал. Как? Сносить, через неделю, вот на этом месте, должна быть клумба. Сносить, так быстро, ну и темпу у этой практиканции. А почему до сих пор не отселились? Вам еще месяц назад повестки посланы были. Чьи повестки? Бумажки. Разве вы хоть что-нибудь получали? Ну какие-то бумажки приходили. Ну что же вы нам ничего не сказали? А зачем? Ну как, вы не понимаете, если мы получили повестки, так значит, нас уже сносит? Да. Ну и мы уже три года получаем квитанции за телефонные переговоры. Это же не значит, что у нас есть телефон. Так вы что, и ордера не получили? Нет. Ха! Так они же в горсовете лежат! Вас ожидается! Давайте! Кто из нас помоложе, быстренько ты с тобой, бежите, бегите сюда, пока другие не расхватят. За ордера все-таки... Это-то-то-то-то-то-то-то-то, погоди, дергаться-то! Ну что? А вот это и ошибка! Какая ошибка, папаша? Ошибки бывают только при строительстве, при сносе никогда. Ну, вы поздравляю, в новые дома переезжайте! Ну и давайте быстренько висички выносите, а я пошел заводиться, то время-то уже, время-то уже в двенадцать. А я еще и не обедал. Не обедал? Не, Лена! Лена, что ж ты стоишь? Человек голодный, злой, с пульсозером, но естественно ему хочется что-то сломать. Молодой человек, как вас зовут? Степа! Степочка! 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 Степочка, мы не медленно будем обедать, Степа! Давай, давай! Как это обедетесь? Ну, Миночка, это неудобно! Ну почему неудобно? Вы сами не обедали, ждали только вас! Меня? Ну вот кастрюля ржавая у вас есть. Боже мой! Ну неужели ты не видишь, что творится в этом доме? У тебя только железо наумеется! Тебе надо железо. Вон там за углом стоит превосходный железный механизм. И он никому не нужен? Насколько мне известно, в нашем доме он никому не нужен. Давай весь отряд и разбирайте. Ладно, ладно! Давай! Давай! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Один из самых популярных истор Puisque Ура! 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 ПЕСНЯ 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 КОНЕЦ 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 Галочка, ты! Я же тебя искал по всему городу! Адрюшка! Галочка! Адрюшка! А я думала, что больше никогда сюда не придут, а потом за тебя испугался. Малыш, ты придешь в голову этим мракобедшим, а ты как раз под рукой, Адрюшка! Галочка, да ведь они просто хотели... Да брось ты, Адрюшенька, я же их видела! Думаю, все, еще момент и пойдут на меня с табуретками. Все, 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 Андрюшенька, не бойся. Теперь я же все поняла, и теперь все будет нормально. Стойте, стойте, Андрюшенька. Я поняла, что ты попал в дурную компанию. Это же какое-то пожилое хулиганье! Что? Ты только подумай, а! Чуть в волосы мне не вцепились! Слышишь? Хорошо, что парик был чужой. Потом, знаешь, сколько расплачивать пришлось. Галочка, да ведь они же меня... И все! Не бойся! Не брошу! А этот дом... И вот так разнесут! Щепки на память не отставят! Галочка, да старики, что же с ними будет? Ничего, пустяки! Переедут в новые квартиры и будут жить по-человечески! Да не выдержат они этого, не выдержат! Андрюшенька просто не говорит и глупости! Другие мечтают о таком счастье! Да для счастья! Горячей воды и мусоропровода мало, Галя! Неужели ты не понимаешь? Андрюша! Что ты все о них печешься, а? Что они тебе? Отцы, что ли, родные, ну? Ты что, Андрюша? Отцы! Я не видел своего отца. Я его могилы не нашел. Он за месяц до конца войны В отпуск к поранению пришел. В отпуск к поранению, В отпуск к поранению, В отпуск к поранению пришел. И опять отправился на фронт, И погиб в далекой стране. Пуля прилетевшая была В самую последней в той войне, В самую последней, В самую последней, В самую последней в той войне. И соседи в доме, где я рос, Словно по приказу поднялись, Поглялись отца мне заменить, Памятью и кровью поклялись. Памятью и кровью, Памятью и кровью, Памятью и кровью поклялись. Выполнена клятва до конца. Памятью и кровью, Памятью и кровью. Памятью и кровью, Памятью и кровью, А complete мечты все перемен к плен appli descriさ Ну, в щите, And клятвы б déc happening, Я его могилы не нашел Он за месяц до конца войны Он про них пришел Я не видел его отца Я его могилы не нашел Он за месяц до конца войны Он по родению пришел Андрюк, ну что ты мне раньше-то ничего не говорил? Галочка, ну ведь я же пытался Пытался ты, пытался Да ты пойми Меня бы уже, наверное, в живых-то не было И тогда же после войны голод был Да ты пойми, Галя, ну нельзя, нельзя их расселять Андрюшин Ведь у них кроме меня больше никого нет, понимаешь? Ну что ты мне все это объясняешь? Что ж ты мне раньше об этом не сговорил ничего? А сейчас толку-то что? Ну что толку, ну? Ну почему же, почему, Галя? Почему? Андрюша, дома, наверное, уже на этом месте нет Как это нет? Ну? Я же утром уходил, как новый стоял Это утром, Андрюша Ты знаешь, кого послали его сносить? Ну, кого? Сухорукова Ну? Ну, ну, он у нас до обеда передовик Он до обеда пытается работать за троек, Лежим после обеда ничего не делать, понятно? Не может быть Не может быть Галочка, ну бежим, может быть, успеем, а? Куда? Ну, бежим А, бежим, бежим А, бежим, бежим А, бежим Лежим Кошка Галочка, может это так что-нибудь? Да нет, я тебе говорю, что это труп. Галочка, ну подожди секунду, я сбегаю туда и сюда. Нет, ни за что не отпущу, я боюсь. У нас вместе ничего не получится, Галочка. Ну, я тебя прошу, не хоти, я тебя прошу. Ну, Галочка, ну не бойся, не ты же одна боишься, все боятся. Постой здесь, я схожу туда. Ну чего, я прибегу сюда. Ладно. Андрюша. Тише, не пугай. Смотри как. Действительно человек. Знаешь, я его, по-моему, где-то видел. Андрюша. Это он. Кто он? Галочка. Это сука рука. Они его убили. Послушай, дышит он, нет? А? А ну, вдохни. Маша, обстань. Галочка, вроде дышит. Маша, вроде дышит. Вроде дышит. Маша, вроде дышит. Маша, вроде дышит. Как? Да умные. Да умные, а? Живой, Галочка, ложный. Стёпочка. Стёпочка. Что ты с тобой сделал сделал? А я? Стёпочка. Ну, ну что у тебя болит? А это? Ну, пожалуйста, насобери с телами. А я вас приглашаю на Интим. А я вас приглашаю на Интим. И ежели мы только захотим, Мною приготовленную жену. Голос ты заказывал это в нем? Для покойника, по-моему, он слишком пьян. Он не пьян, Андрюша. Он просто злостно отурманен алкоголем. Алкоголь это яд, неужели ты не понимаешь, что его отравили? Галочка, ну кому все это нужно? Кому это нужно? Это теоретик защитный твои истории. Вот, смотри, он меня спрашивает, кому это нужно? Взгляни, взгляни на них. Галочка, ну он просто не ядок, а ты меня боишься. Ты меня боишься? Я так об этом разговариваю. Что это у тебя? Это, это мы. Я тебя спрашиваю. Ты где свой больной сердцем? Какая-то дорога у нас такая. Больной сердцем, а издали его металл. Да ты что? А меня не привет. Ты это, смотри. Тотя, да как же, как же вам не сытно, а? В наш дом. Через наш труд. Веселый рыбин, да? Строительно-монтажному управлению его парабол? Нет. Степану Сухоросову, с кема бульдозе? С кема бульдозе? Нет. Я вас приглашаю на юмпти. И ежели мы в парк заходим. А вновь приготовлена уже Комнатка на пятом этаже. Там полоскинки, дрынки, дрова, Дровки и слегка. И юмочки и два, двух пудовика. Я на лятку селного разгона И с ним носка суммарина И полмолитки шкалата И соленые грибы. Степан! Давай, 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 Степан, молодец! Степан, степан! Ну так вы это чтите, Что этого я вот так просто Не оставляю! Слушайте, она ведь обязательно вернется. Давайте создадим комитет По спасению дома. Правильно. Адрес соорудит перед домом Оборонительное сооружение. Ай, на парикады! Ай, на парикады! Ай, на парикады! Мы на всем поем, к нам слова молод's ill, такие нет святых, кирпец превратим в нашу. За pale нашу крепость и тромлет рука, за how nobody will do our spiritual 합니다. КОНЕЦ КОНЕЦ Галчик, вот лирическое лицо, а для меня жизнь потеряла все яркие краски. Эта ручка стучит в мое сердце, я не знаю, о чем вы думаете, но ясно, что вы думаете не о том. Степа, ты знаешь, что-то я ничего не понимаю. Скажи мне, новые дома лучше старых или нет? А в чем речь? Ха, район. Район, в конце концов, можно и выбрать. А в чем речь? Не понимаю, почему они так уперлись? Я пыталась понять их психологию. Ага, ага, как бы не так. Галочка, когда я смотрю на этот дом, мне хочется думать не о психологии, а о кувалде. Ай. Галчик, вы мой начальник. Так в конце концов, вы будьте вы начальником. Ну что я могу тебе приказать, Степа? Бульдозера-то нет? Если бы тело было только в этом, то сегодня после обеда я бы уже спал спокойно. Галочка, я владею всеми механизмами, начиная от мясорубки, кончая реактивным полотером. Но у меня нет возможности выйти на объект. Я не могу получить фронт работы, они дежурят даже ночью, а применять тело я не могу. В этом доме не с кем подраться. Один единственный молодой человек, и тот ваш жених. Но я-то, я-то что могу сделать, Степа? Стоп, Галочка, кажется, есть вариант. Даже наверняка есть, Галочка. Мы еще посмотрим, кому место в утиль сырье. Галочка, этот руль я как вещий Олег прибью на дверях нового дома. Галочка, можете обещать, что вечером вы будете здесь? Тогда до вечера. Как она и не собирается вещий Олег, отомстеть ей нерадуманным хазарам. Их, ой, днем, ой, днем. Да, Степочка. Вечером я, конечно же, буду здесь. Мой плещет тихо и доверчиво, А луна то выглянет, то спрячется. Целый день я ожидаю вечера, Жду его, как праздника. Для влюбленных вечер, для влюбленных вечер, Удренее, чем утро. Для влюбленных вечер, для влюбленных вечер, Удренее, чем утро. Этот вечер, говоря по совести, Раздает неслыханные милости. Если даже утром мы поссоримся, Удренее, чем утро. Вечером помиримся, А влюбленных вечер, Для влюбленных вечер, Удренее, чем утро. Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ ПЕСНЯ Стой! Ой! Захар Алексеевич, вы проверили караулы? Можете быть спокойны, муха не пролетит. Кто дежурит ночью? Эрнест Борисович и Тимофей. Тимофей, а где твой напарник? Прощается с женой. Давайте караулы. Тише, не топайте. Расходите все. Эрнест! 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 Здесь теплое белье. Сухари. Бутылка кефира. Спасибо. Боридол и пластырь, кармашки. Спасибо, Лиза. Я буду ждать тебя, Эрнест. Ты всю жизнь ждешь. Тебе не надоело? Я привыкла, Эрнест. Лиза. Лиза, скажи, а почему ты меня не бросила? Мне просто это никогда не приходило в голову. Не может быть. Ты была молодая, красивая, и все это замечали, кроме меня. Неправда. Ты тоже это замечала, когда я завязывала тебе галстук. И тебе этого было достаточно. Что поделаешь? Ты был занят в театре. Ты все вечера отдавал искусству. Искусству? Ты так говоришь лишь только потому, что я приходил домой всегда поздно и не всегда трезвым. Ну и что? Ты творческая натура. Тебе нужна разрядка. Зато я гордилась тобой, твоими успехами. А мои провалы? Ты думаешь, я не знаю, кто присылал мне после них цветы и любовные записки под разными именами, но одним почерком? А почему нет? У каждого артиста должен быть свой зритель. Хотя бы один. И ничего страшного, если это его жена. А мой характер? Его же не мог выдержать ни один театр города. Даже кукольный. Тебя просто не понимали. А в самодеятельности ты раскрылся. Начал ставить спектакли. Пришел успех. В доме появились грамоты, кубки. Еще бы. Я ведь 30 лет не выходил из клуба медработникам. Я отдал этим медработникам все свое здоровье. Зато твой живой труп был украшением всех смотров и фестивалей. Труп был украшением всех смотров и фестивалей. Труп был украшением всех смотров и фестивалей. Но что я дал тебе, Лиза? Одинок не вечера в 20 лет. Седину в 30. Свою гипертонию в 55. Почему ты не бросила меня, Лиза? Эрнесс, тебе нельзя волноваться. А, я понял. Ты думала, я без тебя пропаду. Но ты просто жалела меня, Лиза. Нет, Эрнесс. Нет. Я тебя просто любила. Ты понимаешь, не стал я жалеть, Что цвет болотный немножечко выглядел, Но ты ж когда-то от них клялся не стоять. А разве клятву я не выполнил? Было все на нашем непростом пути, Были слезы, улыбки и так далее. Те, кто прожил вместе, Больше тридцати, Надо награждать медалями. Те, кто прожил вместе, Больше тридцати, Надо награждать медалями. Давно пропчалась пора сердечных мудр, Пора свиданий и сияния луна. Ах, мне достался как-то умный, Ну, что же ты нашла в нем умного? Было все на нашем непростом пути, Были слезы, улыбки и так далее. Те, кто прожил вместе, Больше тридцати, Надо награждать медалями. Те, кто прожил вместе, Больше тридцати, Надо награждать медалями. Ах, как днева гитарная струна, Как за тобой она звала, Не прошена. Ах, мне досталась хорошая жена. Да что ж ты не нашел хорошего? Было все на нашем непростом пути, Были слезы, улыбки и так далее. Те, кто прожил вместе, Больше тридцати, Надо награждать медалями. А те, кто прожил вместе, Больше тридцати, Надо награждать медалями. Было все на нашем непростом пути, Были слезы, улыбки и так далее. Те, кто прожил вместе, Больше тридцати, Надо награждать медалями. Те, кто прожил вместе, Больше тридцати, Надо награждать медалями. Прощай, Лиза. Нет, Эрнец, до свидания. Я буду ждать тебя, Эрнец. Ты не трое�? Нет, Эрнец... Дэнац? Форточку я оставлю открытой В случае появления подозрительных лиц и механизмов А, кстати, вы подражать кому-нибудь умеете? Конечно Кому? Магомаеву А из животных? Петух вас устроит? Вполне Значит, запомните При появлении подозрительных лиц и механизмов Кукарек этим весь голос А я пошел Деговорим Капитан сказал Я пошел Ложись, Тимофей Да нам скоро сменяться Тимо Ложись Сейчас, сейчас, сейчас Эх, Эрне А, ты посмотри, а Ох, какие звезды Блестят-то, а Как спелые вишни А, вон там, о Над горы с полкомом Или вот над поликлиникой Вот красавица Умирать не хочется Слушай, Эрне А А ты знаешь Вот говорят Ты че? Ты уж ложись Осторожно Да ты что? Говорят, что там Тоже есть Жизнь А что? Все может быть Ты знаешь Люди, они ведь везде устраиваются Да? Да Ну, устраивайся Даже на столе О, вот, давай Ложись А то скоро сменятся Так, так О, боже Ну, давай Ой, о, о, боже Дежурить Так дежурить Давай Ложись А, так Нет А, ладно А, давай Подежурим Давай Спят Галочка Да Вы знаете В принципе Я не мыслитель Я болею Но вчера Меня как будто Подменили И я целый день Думал Вы знаете Я понял На чем Держится Этот дом На чем? Он висит На водосточной трубе Угу Когда дом Осел от старости Она уперлась В землю Как хороший стол И теперь дом На ней Висит И если Залезть На крышу Летать пару раз Кувалдой По крюкам Осторожно Тш Домоцепти Упадет Так сказать С помощью Малой механизации Но залезть На крышу Не вопрос Есть пожарная лестница Она идет Мимо окон Ну и что? А, ясно Если вы сберетесь По лестнице Они соберутся У форточки И сбросят вас Мне же нечем Будет обороняться Ясно Руки заняты Лестницей Кувалда В зубах Галочка Вы должны их отвлечь Вы должны сделать так Галочка Да как я их могу отвлечь Что хотите Делайте А потом Когда они все Из дома Подайте мне сигнал Какой-нибудь Рукой А если они меня и забьют Галочка Они люди культурные Они женщин не бьют Галочка Я жду от вас сигнала Галочка Мне кажется Тихо, тихо, послушай, мальчик, ты не мог бы позвать меня Андрея, а? Нет, это же почему это? Я должен заниматься, ты что, ночью-то, если бы только ночью, днем тоже. Ну так сделай перерыв, а? Ну мне не разрешают. Кто? Все спят, взгляни-ка. Ну а если я перестану играть, то они проснутся. А где? Ну послушай, будь ты другом, а? Ну пойми ты, нужен он мне очень. Ну позови, слышишь, а? А может быть я за тебя сыграю, а то позови. А, почему ты? Почему ты не играй? Играй, или я сейчас спану. Давай, давай, тихо, ты меня хочешь, можешь. Спасибо. Стасик, Стасик, перестань ты мучить кошку. Андрюшка, 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 Андрюшка. Ну почему? Почему ты сегодня не пришел, а? Понимаешь, Галочка, заставили дежурить на баррикаде. Андрюшка, а почему твои соседи спят на столе, а? Им что, некий? Это они не спят, Галочка. Это же они дом так охраняют. Галочка, иди сюда, вот здесь удобно. Сюда? А чего ты тут все выкинул в баррикаде? Это наша баррикада. Галочка, ты знаешь, я так боялся, что больше тебя не увижу. Что? Они хотели тебя? Да нет, нет, нет. Что? Просто я подумал, что после вчерашнего, да и вообще, ну, зачем ты? Я тебе такой ровный. Андрюшка, Андрюшечка. Галочка. Да ты же себе просто цены не знаешь, Андрюшка. Да. Ой, ой, тебя бы еще в хорошие руки. Ой, не говори. Ну, ладно. Это я возьму на себя. Ага. 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 Андрюш, это же какое-то изуверство, честное слово. Чтобы мы с тобой в одном городе и могли не видеть, что мы здесь. Да. И ты же знаете, что мы, да, Андрюша? Да. Почти наверняка могу ручаться, пришла любовь на землю в первый раз. Никто до нас не знал. Такого счастья никто до нас. Никто до нас. Мои глаза полны и тепла и света, и я хочу, чтобы этот свет не так. Никто до нас не знал. Мои глаза полны и тепла и света, и я хочу, чтобы этот свет не так. Мои глаза полны и тепла и света, и я хочу, чтобы этот свет не так. Мои глаза полны и тепла и света, и я хочу, чтобы этот свет не так. Ага. 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 Андрей, ты почему не кухарекаешь? А? Тимофей Гузьмич, тише, пожалуйста. Она же одна по сугубо частному делу. Мисс Бульдозера. Мисс Бульдозера. На минуточку. Да. Она сейчас уйдет. Пойдем, Галочка. Вот и все. Ну куда я не собираюсь, уходи. Ну, Галочка. Что Галочка? Что Галочка? Знаешь что, Андрюш, мне уже это начинает надоедать. Чтобы появиться кому-нибудь из этих, из этих, где я человеческий ум. Галочка, да. Ну что Галочка? Что Галочка? Девушка, а можно одному из этих задать вам вопрос? Пожалуйста. Если вы хорошо относитесь к Андрею, почему вы так агрессивны к тем, кому хорошо относится он? Я? Я. Да, да. Да, если хотите знать, я уже сутки ломаю голову, пытаюсь понять, ну чего вам надо? Так вы спросите, может я сумею вам помочь. Галочка, да и спроси. Ладно. Только честно, да? Конечно. Скажите, новые дома лучше старых или нет? Ну, мне кажется, лучше. Лучше. Тогда почему же, когда я прихожу к людям, предлагаю им новые квартиры, они вместо естественной благодарности возмущаются? Мне кажется, потому что хотят остаться. Ой, почему? А мне в данном случае что прикажете делать, а? Мне кажется, согласиться. Ну, это хоть непротивление злу. О, а раньше это называли вежливо. Правильно, правильно. Когда котенок сам добровольно не хочет пить молоко, его берут за шиворот и тычут в блюдце носом. Но вы же не ветеринар. Вы имеете дело-то с людьми. Вот тогда люди пусть и ведут себя как люди. Да, ну они ведут себя как люди. Да, погоди вас. Милая девушка, я не хочу вас обидеть, но мне кажется, лучше разойтись вам с Андреем сейчас. Да почему? Да я... Подожди. Это еще почему это? Ну, потому что ничего хорошего у вас с ним не получится. Ему нужна совсем не такая же. Да мне нужна именно... Да подожди ты! Вы, конечно, не ветеринар. Вы интеллигентный человек. Но почему вы так бесцеремонно вторгаетесь в чужие отношения? Да лучше мне какая-то походи. Да потому что люди в моем возрасте видят достаточно далеко. О, может быть. В других вопросах вы и дальнозорки, как горный орел. Но о любви, извините, судите, как сапожник. А я и есть сапожник? Ой, простите. Сапожник, милая девушка. Я не хочу. Сапожник. Не кали мне глаза, не кали. Тем, что дело мое не особое. Ну, а если считать от земли? Человек начинается с обуви. Я сапожник. И если считать от земли, человек начинается с обуви. Я сапожник. Знаю, есть профессии как сапожники. Но в планете вечная и нетлезная. Только можно даже, глядя под ноги, все же видеть звездочки вселенной так, что не кали мне глаза, не кали. Тем, что дело мое не особое. Ну, а если, а если считать от земли, человек начинается с обуви. Я сапожник, и если считать от земли, человек начинается с обуви. Ну, а если, а если считать от земли, человек начинается с обуви. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Этот голодный молодой человек. Ну почему вы все стоите, делаете же что-нибудь? Немедленно слезайте с крыши! А я вас приглашаю на институт. И не жале мы только захотим к мною приготовленной кружек. О ком она сильно где-то вает кашель. Я говорил, кормить-то не надо. Настину полез. Какому человеку доверяли такую умную машину, как бульдозер? Ох, что случилось? А почему бы кто не спит? Белочка, я же внук. Моя кувалда дрожит от нетерпения. Один такой знак. Этот дом разлетится. Галочка! Белочка! Нет! Мои нервы этого не выдержат. Мне надо сладуть огонь. О, я пошла на базар! Ты что, с ума сошла в большом дворе? Галочка, где же жуна? Галочка, Галочка! Друзья, вы отвлекли их по-грессмейстерски. Я надеялся только на легкий скандал. Оказывается, лирика и принципиальная дискуссия действует куда коварный. Галочка, где же жуна? А ты что, Галочка? Ты, значит, меня отвлекала? Андрюшенька, да я даже, я просто... Это что она? Да, ее же порядочную девушку пустили на баррикады, а она... Галя, как только тебе не стыдно. Мне? Да это тебе! Тебе должно быть стыдно! Вместо того, чтобы верить мне, ты все время слушаешь, Антона! Галя, да замолчи! Я запрещаю тебе так о них говорить. А это уже речь не мальчика, но мужа. Так вот, Андрюшенька, когда станешь мужем, вот тогда и будешь запрещать! Ну и слава богу, что этого не произойдет. Да. И вообще, какое счастье, что я тебя узнал до свадьбы, а не после. Так? Вот. Андрюшенька, ты что? Ты, выходит, меня не любил, да? Да еще как любил. Потому что был дурак. Был? Да ты и сейчас в своей самой лучшей форме! О, Ивана! Боже мой! Фурия! 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 Да, я Фурия! А ты знаешь, кто ты? Кто я? Ты маменькин сынок! Ага! Коммунальный подел с кисточкой. Ой! Слышка! Ну ничего, 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 Андрюшенька. Я тебя все равно из этого болота вытащу! Вот так! Галочка! Ага! Где же срок? Стоп! А! Давай! Степа! Не заходите! А вы не стойте, стоп! Не совершайте непоправимое! Этот дом охраняется законом! Мемориальная доска появится на стене, как только будет окончен ремонт. В этом доме одновремя жил знаменитый, соберный звездный, любимый наш Пушкин. Ну, 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 что? Пушкин жил! Здорово, папаша! Я с нашу дома уже седьмой год. И одна из пяти хибар всегда является исключительной исторической. Вот по вашей улице в доме номер пять жил Гоголь, а в доме номер пятнадцать мамин Семиряк со своей мамой Аримей Родионовной. Силан! Аримей Родионовной. Аримей Родионовной. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Нет, Лизочка, это Немирович Данченко разговаривает со Станиславским. Я запахнула, как-то Станиславский и Немирович Данченко разговаривают о тебе. Ха-ха-ха, Лиза. Мамки, детка, ты куда? Теперь ведь еще целый час анимация. Мама, ну ведь долго сносят? Ведь, ребята, не пускаются. Стасик, стасик. Вечно он ищет какие-то отговорки. Дома соседи осознают удачу. На вас летят, так ведь важно письместия. И мы прощаемся, а я сейчас нам плачу. Но и за эти слезы вам скажу спасибо. Торые дома. Старые дома. Эх, а вывеску я возьму с собой. А что, какая-либо есть реклама? Примню ее где-нибудь на посаде повыше, чтобы все видели. Клиент, конечно, не придет, а управдом явится обязательно. Скажет немедленно, уберите это безобразие. Все-таки будет с кем поговорить. Ну что, присядем на дорожку, а? Олега, словно колокольчик уплывает, Над колокольчику потоки звездной пыли. Но пусть грядущие в квартире не заживают, Что там привыщество покинет, когда нам были. Старые дома Старые дома Старые дома Старые дома Старые, устарые дома АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 КОНЕЦ